Компания появилась 20 лет назад, создана в 1999 году в Санкт-Петербурге. За эти 20 лет мы успешно выполняли комплексные работы по строительству и реконструкции энергетических объектов. Также мы являемся экспертами в области сервисного обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий. Мы увеличиваем эффективность, надежность оборудования и снижаем затраты на эксплуатацию. В портфолио компании более 500 успешно реализованных проектов. Нам доверяют более 130 поставщиков, заказчиков и наших надежных партнеров. Компания располагает всеми необходимыми допусками для работы на промышленных предприятиях, в том числе на атомных объектах. В штате компании на 2021 год более 1200 человек. Мы компания, которая активно создает рабочие места. И этим мы несем нашу социальную функцию, следуя тренду на социально-экологическую ответственность, которая в последние годы все более и более набирает обороты. Несмотря на ограничения за COVID-19, нам удалось сохранить весь персонал и даже нарастить его в 2021 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга. Наша выручка за 2020 год – 2,3 миллиарда рублей. В 2021 году удалось нарастить ее до 3,5 миллиарда рублей. В деятельности компании компания росла и развивалась в тесной связи с запросами и развитием наших клиентов, крупных промышленных предприятий. И этот сектор за последние 20 лет тоже прошел длинный путь и изменился значительно по сравнению с тем, что было в нулевых годах. В деятельности компании можно выделить два направления. Первое – это комплексный инжиниринг. Компания исторически начинала с поставок электрооборудования, но накопила компетенции по реконструкции промышленных объектов под ключ, в том числе в формате EPC-контрактов. Мы можем оказывать услуги по проектированию, поставке оборудования, монтажу, пусконаладке объекта под ключ. Второе важное направление – это техническое обслуживание и ремонт, сокращенно ТАИР. Примерно 10 лет назад у крупных промышленных предприятий появился запрос на аутсорсинг вспомогательных функций, таких как содержание энергохозяйства. Мы являемся пионером в этой области и занимаем сейчас одни из лидирующих позиций. При передаче функций ТАИР нашей компании мы принимаем на себя ответственность за бесперебойное энергоснабжение предприятий заказчика в режиме 24 на 7. В последние годы именно это направление является драйвером роста компании. И важно отметить, что сервисные договора заключаются на длительный срок – 3-5 лет и обеспечивают стабильный финансовый поток компании. География наших работ за эти 20 лет охватывает практически всю страну – от севера до юга и от Калининграда до Дальнего Востока. Хочется отметить, что у нас создано 4 региональных представительства в крупных промышленных центрах. Это город Кировск в Мурманской области, Балакова, Череповец и Волхов в Ленинградской области. Эти региональные сервисные центры укомплектованы персоналом в количестве 900 человек. И на базе их мы способны развиваться и производить свою экспансию в регионах. Теперь кратко об экономических показателях. Компания зарегистрирована в форме ООО. Ей владеют два физических лица в формате 50 на 50. Компании есть несколько обособленных подразделений и одна дочерняя компания в городе Череповец – Череповецкая энергетическая компания. Выручка за последние три года мы отмечаем рост выручки в полтора раза и рост ЕБД в полтора раза. Оба наши направления дополняют друг друга. То есть выручка от направления ТАИР и выручка от направления инжиниринг примерно составляет 50 на 50. Направление ТАИР лидирует. И это создает определенный баланс в доходах компании. В среднем за последние пять лет выручка последовательно растет. И особенно хочется отметить, что выручка направления технического обслуживания и ремонта выросла с 300 миллионов до полутора миллиардов в 2020 году. И это позволяет надеяться на дальнейший рост. Компания использует достаточно консервативную финансовую модель. Мы разделяем финансирование наших проектов. Каждый проект имеет собственные источники финансирования. И это выражается в том, что у компании достаточно большие денежные остатки. И в то же время она использует заемные средства. В основном это банковское финансирование. Но за последние годы мы отвечаем минусы этого банковского финансирования. Такие как краткосрочность, ковенанты, которые ограничивают деятельность компании. И кроме того, в последние годы банки стали все больше и больше стараться контролировать операционную деятельность компании. Что начинает создавать уже помехи в работе. Кроме того, рассмотрение финансирования по проектам начинается только после подписания договора. Что достаточно долго. И также банки требуют обеспечения в виде залогов и поручительства. Эти минусы и подтолкнули нас к решению выйти на рынок облигационного финансирования. Что еще хотелось бы сказать, подытожить. Наше преимущество для заказчиков. Почему заказчики выбирают нас, заказчики крупные промышленные предприятия. Мы обладаем квалифицированным персоналом. Наши региональные центры позволяют мобилизовать силы и средства для выполнения работы практически в любой точке России. Мы изначально были клиент-ориентированы. Мы всегда развивались как коммерческая компания. Что выгодно отличает нас от дочек крупных промышленных холдингов, которые в этой связи менее гибки. Хотелось бы отметить инновационность. Мы также разработали и внедряем, так же как наши коллеги, разработали и внедряем цифровую платформу по обслуживанию промышленного оборудования, которая позволяет вывести это обслуживание на качественно новый уровень для заказчика, сэкономить время на простое оборудование и на затратах на ремонте. У нас налажено надежное партнерство с крупнейшими поставщиками оборудования, в том числе иностранными АББ «Сименс», «Шнайдер Электрик». Мы финансово стабильная компания, которая позволяет заказчикам быть уверенными, что мы выполним свои обязательства на длинном промежутке времени. Мы находимся еще в начале пути по организации облигационного займа. Планируем дебютный выпуск займа в размере 500 миллионов рублей. Цели выпуска этого займа – это альтернатива банковскому кредитованию. Также мы рассчитываем потратить эти средства на тиражирование нашего продукта по техническому обслуживанию и ремонту, на открытие новых площадок, привлечение новых заказчиков. И также, как наши коллеги из компании «Инкап», мы рассматриваем выход на облигационный рынок как важный этап по выводу бизнеса в публичное пространство. То есть этот путь позволит нам привести наши бизнес-процессы к общепринятым международным стандартам, стать лучше, понятнее, прозрачнее для внешних пользователей и инвесторов. Мы заканчиваем в этом году аудит отчетности по МСФО за последние три года, приступаем к получению кредитного рейтинга, и следом за этим будем выбирать организатора облигационного займа и, собственно, проводить сам выпуск. В связи с этим я приглашаю коллег-организаторов облигационных займов к сотрудничеству. Будем рады пообщаться после завершения панели. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо большое, Павел. Ну, присутствующие здесь организаторы понимают, что надо делать в ближайший кофе-брейк. Я думаю, их учить этому не надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!